Давайте все-таки о кантропогенезах выражаться. Мы с вами говорили, общий набор признаков приматов. Все приматы кастротегия, причем крайне кастротегия. Потому что самки рожаются одного захода только одного детеныша. Поэтому забота о потомстве крайне выражена. Хорошо. На этом, я дошло вновь древо приматов, хочу прям при вас построить, чтобы глазами видно. И здесь первый вопрос, вот какой будет. Скажите, как называется наука, изучающая древних существ? Вымержи. Палеонтология. Палеонтология, совершенно верно. На всех палеонтологических таблицах более древние события записывают. Сверху таблицы, слева таблицы, снизу таблицы. Где? Снизу. Снизу. Здравствуйте. Значит, вы делаете палеонтологический росток. Выкопали ямку, нашли косточку. Выкопали поглубже, нашли еще одну косточку. Скажите, вторая косточка принадлежит зверю, который жил до первого или после первого? До. За это время возник новый слой, так? То есть, чем глубже, тем древнее. А современность на поверхности. Поэтому древнее событие внизу. Чем ближе к современности, тем выше. Порядка 60 миллионов лет назад происходит первая примата. Но дело в том, что через некоторое время после этого события расходятся материковые плиты. Значит, и те, которые уехали в сторону Америки, потеряли контакты с теми, кто остался в Старом Свете. Итак, приматы взяли и поделились на две группы. Вот. Значит, допустим, вот эти остались в Старом Свете, а эти уехали в Америку. Пока принадлежат они к самой древней группе приматов, которая называется полуобезьян. В результате еще полуобезьяны разбились на две разные популяции. А дальше в Старом Свете от полуобезьян происходит... С ними происходит следующая история. Вот эта веточка так и остается на уровне полуобезьян. И доживает до современности. Вот эта вот верхушка – это современность. Понятно? Это современная полуобезьяна. По ходу дела они будут делиться на несколько разных компаний. Что это за компании такие, я вам сейчас покажу. Значит, вот мы их отметим здесь, что это не единая система, а несколько разных веточек. Все они дожили до современности. Хорошо. А теперь есть еще одна такая, это тоже полуобезьянная группа, которая вошла в состав другого, другой ветки. Вот сюда. И тоже доживает до современности. В чем фокус? Дело в том, что от этой ветки отделяется группа настоящих обезьян. Вот все до этой точки, до точки красное-черное, были полуобезьянами. Ну вот давайте полуобезьян я выделю синим, чтобы не путать их с настоящими. Вот это полуобезьяны. А вот пошла красная ветка настоящей обезьяны. Настоящая обезьяна очень рано делится на две ветви, названия которых вы знаете. Мартышкообразные обезьяны и человекообразные обезьяны. Вот они определились на две ветки. Мартышкообразные обезьяны образовали 100-500 разных групп, которых я вам сегодня покажу. Это павианы, мандрилы, дриллы, мгобеи, мартышки, макаки и так далее. Их очень много. Доживают до современности. Человекообразные обезьяны в современности всего четыре рода. Два африканских, два азиатских, опять же покажу и тех, и других. Это наши ближайшие родичья. Но дело в том, что до того, как возникли современные виды человекообразных, от них вот так в сторону, отделяется очень своеобразная веточка приматов, которая с давным-давно опробованной конструкцией четвероногого движения переходит на двуногое перемещение по проскости. Так, значит, это гоминид. Гоминид в разные времена было много-много разных. Сейчас понятно, что вот этот процесс отделения происходил где-то между 6-ю миллионами и 5-ю миллионами лет назад. Значит, вот возникли двуногие человекообразные обезьяны. Ну а параллельно происходит образование тех, которые так и остаются четвероногими. Вот эти стволы четвероногие-человекообразные. В результате вот они, наши ближайшие родичья. Сейчас залью их множество, чтобы было видно в какой области. Вот они. Вот это наша зелененькая веточка. А теперь, посмотрите, у меня еще осталась вот эта незавершенная веточка. На самом деле, от древних американских полуобезьян происходят современные американские обезьяны. Потому что в Америке тоже ваются обезьяны, о которых европейцы знают существенно меньше. Я имею в виду непрофессиональные европейцы. Так? Но давайте посмотрим на это дело. Американские обезьяны. Хоть какое-то отношение к нам с вами имеют или нет? Это наши предки или это далекая-далекая боковая линия? Это боковая линия. Вот они наши предки. Вот они здесь, сюда. Вот это реально наши предки. Название. Ну, во-первых, полуобезьяны. Полуобезьяны, я это уже сказал, все вот эти вот черные-голубенькие, это полуобезьяны. Американские обезьяны. Широконосые обезьяны. У них масса отличий в строении конечностей черепа, в том числе широкие пластинчатые носовые гости. На фотографиях увидите. Хорошо. Теперь, вот давайте смотреть вот эту ветку старого света. Обратите внимание, вот это заведомо полуобезьяна. Но ведь в нашем кусте тоже осталась одна меточка полуобезьяны. Почему же ее вот так отнесли все-таки к нам? Хотя полуобезьян, конечно. Деление провели формально. Вот по какому признаку. Скажите, у вас, если нет насморка, поверхность носа сухая или влажная? Классно. У кого-нибудь собаки есть? А у собаки, если она здоровая, поверхность носа сухая или влажная? Влажная. Так вот, вот эта группа приматов называется макроносые приматы. Это лемура и лори. У них мочка носа действительно так же, как у собак, влажная. Плюс к этому еще целый ряд признаков, которые отречают от нашей ветви развития. В частности, у них совершенно по-другому плаценты устроены. Плаценты для детского места, это та система органов, которая обеспечивает внутриутробное развитие детенышей. А теперь, а вот эта вот группа, это тоже полуобезьянки. Но у них носы такие же, как у нас, сухие. Так что весь вот этот куст, это сухоносая обезьяна. Сухоносая обезьяна. Извините, сухоносые приматы. Это существенно. Потому что кроме обезьян, сюда относится одна из групп полуобезьян. Долгопяты. Долгопяты, тарзисы. Это полуобезьяны. Когда я вам покажу, то на человека они похожи чуть не меньше всех на свете. Но по целому ряду признаков, они действительно являются ближе к настоящему обезьянам. Так что тарзисы включены в сухоносы. В наш куст. Ну и наконец, от древних полуобезьян, вот от этой точки, происходят настоящие обезьяны. Вот они, два красных ствола. Делятся они на мартышкообразных, чакообразных. От чакообразных, в свою очередь, отходит линия гомонит. Вот это мы немножко разобрались с тематикой приматов.